Как теории Юнга настолько грандиозны и многогранны, что осветить сегодня всё я не способна и не ставлю такую цель, я буду говорить об очень небольшой части его теории, конкретно о структуре психики. Я буду говорить об основных архетипах, об эго, персоне, тени, аниме, анимусе, и самости. Это основные темы, которые сегодня я буду освещать. Есть ли кто-то, кто вообще не знает, кто такой Юнг? Ой, ну слава богу. Швейцарский психиатр, он очень долго сотрудничал с Фрейдом, был даже первым президентом Международного психоаналитического сообщества. Но в какой-то момент он пришёл к тому, что идеи Фрейда его не удовлетворяют, что психоанализа недостаточно. Нужно идти глубже, но нужно идти дальше. Фрейд с ним совершенно на этот счёт не согласился. У них произошёл разрыв. Юнг отказался от метода психоанализа. Он ушёл со всех официальных должностей, которые в тот момент занимал. И разработал и разрабатывал всю жизнь аналитическую теорию. В чём, собственно, принципиальная разница была между Фрейдом и Юнгом? По Фрейду бессознательное – это некая область психики, куда вытесняются наши фантазии, желания, которые противоречат общественной морали. И вот оно личное, бессознательное, мы туда всё прекрасно вытесняем. Юнг в процессе работы с своими клиентами пришёл к выводу, что отлично, мы проанализировали детство, мы всё там узнали, вот полностью до конца симптом не исчез. Или содержимое, которое вскрывается, намного глубже, больше, шире, чем личное бессознательное. Этого человек переживать никак не мог, ни в детстве, нигде. Но это почему-то есть в его психике. И Юнг делает вывод о том, что существует не просто личное бессознательное, существует семейное бессознательное, бессознательное рода, нации и бессознательное всего человечества, которое называют коллективное бессознательное. Оно наполнено некими формами, паттернами поведения, которые называются архетипы, которые представлены в мифологии, в религии, с которыми вообще очень сложно как-то взаимодействовать и быть. Но я попробую немножко об этом рассказать. Что такое архетип? Архетип – это некая устойчивая форма поведения, опять-таки сценарий. Форма, похожая на, может быть, сухое русло реки, что-то такое намеченное, которое наполняется, оживает в процессе жизни человека, он наполняется личным жизненным опытом. У каждого из вас, когда я скажу слово «мама», есть образ своей собственной мамы в голове, картинка, и некое представление о том, какая должна быть мама. Ну что ассоциируется с матерью? Добрая, заботящаяся, кормящая, может быть, кому-то не так повезло с мамой, отвергающая, холодная – это всё описывает архетип Великой Матери. Некое такое представление о матери, которое одинаковое у всех народов, независимо от расы, от пола. Это и есть архетип. Проявляются архетипы в жизни человека в виде комплексов. Комплекс – это такое психическое образование, которое есть в личной психике человека, бессознательном. Какие-то комплексы прорываются в сознание. Комплекс состоит из архетипа в основе комплекса, в центре комплекса, и личного жизненного опыта, который Юнг называет травмой, ну, травматического опыта, потому что считается, что всё, что мы обиживаем, это как бы такая травма. Например, я расскажу вам о комплексе мёртвой матери, поскольку он так очень хорошо описан. Когда ребёнок рождается, очень часто, не очень часто, извините, когда ребёнок рождается, случается, что мать пребывает в глубочайшей депрессии. Она функционально выполняет свои обязанности по отношению к ребёнку, кормит, заботится, переодевает. Но эмоционально она не здесь. Она погружена в свои, там, потерю личной свободы, отношения с супругом плохие, неважно во что. Она в депрессии, и ребёнок не имеет с ней никакого контакта, младенец. Младенца не отражает материнский взгляд. Это травма, которая, вот этот материнский архетип выражен именно вот в такой истории, да, не отражающая мать, депрессивная мать, её называют мёртвая мать. И формируется комплекс мёртвой матери, который влияет на человека таким образом, проявляется в личной жизни человека. Никогда недостаточно любви, никогда недостаточно чего-то иметь. Всегда мало, всегда нужно больше, всегда нужны доказательства любви. От того, что вот не было насыщенная такая психикизияющая дыра, ненасытная потребность в любви, и её невозможно ничем закрыть. Поэтому перебираются любовники или любовницы, перебираются какие-то материальные блага, бесконечная уязвимость, бесконечные доказательства необходимости любви. Это не потому, что суть человека. Так работает комплекс. Комплекс мёртвой матери, который сформировался под личным травматическим опытом на основе архетипа Великой Матери. Это понятно? Примерно, да? Окей. Тогда мы перейдём, собственно, к структуре психики. Я просто постоянно буду обращаться к таким словам, как комплексы архетипа. Я хотела немножко прояснить, что это такое и в чём их разница. Так, структура О. Эго. Это комплекс, центральный комплекс нашего сознания. По Юнгу существует сознание, существует бессознательное. Бессознательного значительно больше, чем сознание. Эго в лучшем случае у здоровых личностей в центре сознания. Эго – это то, про что мы можем сказать «я». Это наше представление о самом себе. Это наше сохранение себя во времени. То, каким я был и то, каким я буду. То есть эго отвечает за память. Эго отвечает за тестирование реальности, за взаимодействие с реальностью. То есть всё, что мы можем помыслить – это эго. Мы это делаем с помощью эго и через эго. Ну да. Если эго зрелое, то человек способен удерживать противоречия. Человек способен помыслить, что я могу к чему-то относиться амбивалентно. Что я могу одновременно вообще-то симпатизировать эту человеку. Но вот эту вот черту я в нём ненавижу. Человек может мыслить себя как сложным, амбивалентным. Что да, у меня есть позитивные стороны, но вообще-то в чём-то я не сильна. Что я могу одновременно хотеть и не хотеть чего-то. Незрелое эго на это не способно. Незрелое эго однополярно. Либо я звезда, я прекрасна, а все кругом там пыль под ногами. И никак иначе. Либо я просто ужас, хуже меня никого не существует. Полная бездарность, и кругом такие прекрасные люди, такие успешные. И так работает одна из психологических защит – идеализация обесценивания. У незрелого эго оно теряет власть. И тогда власть в психике может захватить какой-то архетип. Я буду говорить об этом, когда буду говорить дальше о разных архетипах. Что бывает, когда эго власть свою теряет. Другой вариант, когда эго становится чересчур мощным. Но развивается, там происходит такая инфляция. Человек кажется, что он все контролирует, он все понимает в этой жизни. И таким образом происходит такая инфляция эго. Господи, какое слово это вспомнить? Сейчас я вам скажу. Отрубая, отрезая ненужные, как бы ненужные части. Это выражает архетип мана личности, когда нам кажется, что мы действительно все знаем. Такие пророки, которые все про всех понимают и знают. Бессознательное намного сильнее, чем наше жалкое несчастное эго, которое пытается все контролировать. Бессознательное мстит. Оно крушит все, чем мы добились. И либо оно сталкивает человека с такой ситуацией, которую контролировать абсолютно невозможно. Ну, рак, например. То есть что-то, что вне нашего контроля. Эго. Герой. Его задача познавать. И познавать собственное бессознательное в том числе. Перед тем, как я перейду к следующему архетипу, я хотела бы, чтобы каждый из вас ответил сейчас мысленно на мой вопрос. Кто я? Вот если вы сейчас себя опишите 10 буквально фразами. Я такой-то или я тот-то. Сделайте это для меня, пожалуйста. Сейчас мысленно. Допустим, да. Нет, не та кнопка. Сейчас. Персона. Это следующий архетип. Персона отвечает за взаимодействие с миром, за взаимодействие с социумом. Персона всегда социально приемлемая. Социально ожидаемая. Если персона не как бы девиантная, как бы выбивающаяся, она все равно будет приемлема в другом социуме. То есть она разработана для того, чтобы манифестировать себя как-то в мир, показывать себя, предъявлять, но и защищать себя от мира. Что у нас происходит с персоной? Вот те слова, которые вы сейчас про себя думали. Я мама, я дочка, я любовница, я жена. Это про социальную роль, про персона. Я работник, я такой-то профессии, я такой-то возраст. Это про персону. У меня какая-то должность, у меня такое-то там еще. Очень-очень много про персону. Что же тогда остается я? Кто я? Без персоны я тогда кто? И очень важно различать, когда персона есть и когда персона нет. Если персона расстается с эго, это известное явление под профессиональной деформацией, когда начальники приходят домой и считают, что мы им тоже все должны подчиняться, а не возражать. И нельзя иметь чужое мнение. Если нет персоны, если персона очень слабая, то человек ощущает себя как будто без кожи. Он очень уязвим. И любое критическое замечание воспринимается как вот очень-очень лично в его адрес. Вот руководитель поругал мой отчет, это значит я дура. Это значит лично я, он меня ненавидит, если у меня персона слабая. Нельзя допустить мысли, что это вот моя профессиональная обязанность поругали, а не меня. Из чего вкладывается персона? Из представления об идеальном я. Какая я идеальна, какой я хочу быть. Это я транслирую в персону. Из того, что приемлемо здесь и сейчас. Я могу хотеть быть принцессой, но на собеседование в больном платье не пойду. Здесь и сейчас это будет не то. И соотнесение с собой реально. Если вам не 150 килограмм, леопардовые лосины – это не то, что нужно носить. Персона должна соответствовать со своей физикой. Соотноситься. В снах. Ну, про эго не сказала. Эго в снах к нам приходит в виде героя. Во-первых, сам сновидец, который видит сон, это эго. И какой-то герой, который совершает сражения, действия, побеждает чудовищ, идет на какие-то подвиги. Это эго. Персона появляется в снах в виде одежды, автомобилей, фасадов зданий. Что у нас там еще? Ну, сотовые, какие-то такие должности, кожа. Это все про персону. В реальной жизни иногда случается, что человек не может выработать собственную персону. И тогда он использует готовую, например, армия или церковь. Он уходит туда, где его защищает сама структура, в которой он находится. Про персону понятно? Окей. Следующий архетип. Вспоминайте, пожалуйста, сейчас того, кого вы презираете. Если у вас в жизни такой враг, вот этих вы точно фу. Да? Какие качества, может быть, вы вот фу. Сейчас мы с ним встретимся. Ну-ка. Ну как же плохо его видно. Это тень, поэтому его так плохо видно. Это архетип тени. Она прямо противоположна персоне. Тень – это тот архетип, в котором находятся неприемлемые для нас установки, которые противоречат. Девушки, вы мне мешаете ужасно. Те установки, которые мешают моему собственному представлению о самой себе. Может, они не такие уж ужасные в обществе. Но я считаю, что я не такая. Вот это точно моя тень. Вот то, что я про себя так думаю. И то, что мы презираем в другом – это моя тень. Тень приходит в снах. У нее несколько этапов. Сначала просто как невнятная угроза, от которой хочется убежать. Какая-то темная фигура моего же пола в виде зверя, чудовища, монстра. А потом в виде преследующего человека. Вот темная фигура моего пола. Чем более антропоморфна тень в снах, тем ближе она к осознанию. Тем ближе она подходит из бессознательного. Как справляться с тенью? Есть такая прекрасная мантра. Это тоже я. Да, и я так тоже могла бы поступить в каких-то обстоятельствах. Тогда мы не усиливаем тень, не отталкиваем ее, а как-то с ней взаимодействуем. Хорошо. Переходим к самому сложному для меня. У нас осталось не так много архетипов. И прошло половина времени. Анима. Про аниму. Сейчас вопрос для мужчин. Что вам нравится в женщинах? Какие качества сейчас вас в женщинах притягивают? Одно, два, три мысленно сейчас определите для себя. Какого типа женщины? Нравится, нравится. А вот лет 5-7-10 назад то же самое в женщинах нравилось? Или что-то другое? А кто выбирает себе женщин, похожих на мать? Ну вот есть такой миф, как будто бы мы женщин ищем похожих на мать. Мысленно подумали, теперь я возвращаюсь к аниме. Анима – это женская часть мужской психики. Она отвечает за эрос, за творчество, за чувствование. Анима отвечает за выбор партнера. Того, кого мы выбираем в качестве возлюбленного, это определяется для мужчины его анимой. Я сейчас попробую найти слова, что достаточно сложное объяснить. Но я постараюсь. Наверное, я сама до конца не понимаю, поэтому мне так сложно. Бессознательное, потому и бессознательное, что помыслить его очень сложно. Назвать его словом очень сложно. Почувствовать можно. Бессознательное проявляет себя во снах, в грезах и в проекциях. То есть что-то, какое-то бессознательное содержимое вкладывается, проецируется на другого человека. И мы в нем это видим. Но это, оно есть в нашем бессознательном, собственном бессознательном. Именно так работает влюбленность. Что, ну, мне страсть как нравится, да? Это вот наше аниме. И поэтому на каком уровне развития находится наше аниме, такого партнера мы себе и выбираем. Сейчас расскажу про уровень развития аниме. Инфантильное аниме. Считается, что там мужчина родился, аниме изначально, она связана очень с родительскими образами, с родительскими ожиданиями, которые в нас вкладывают, материнскими, конкретно материнскими. Со временем, пока аниме, мужчина взрослеет, если он взаимодействует со своей чувствующей частью, если он ее не отвергает, не подавляет свое чувствование, аниме тоже растет вместе с ним. И она постепенно отделяется от материнского образа, становится более женственной, более зрелой, ну, соответственно, меняется то, что нравится в женщинах. Если мужчина ее подавляет, аниме остается незрелой. Если мужчина ее подавляет слишком сильно, она вырывается из-под контроля и захватывает. Я расскажу, что происходит. Итак, незрелая аниме, самый примитивный уровень, это чистая физиология, такая Ева, вот должна рожать детей и слушаться, все, больше ничего не должна делать. Сам мужчина при этом такой маменький сыночек, он очень подчинен своей матери, в глазах такое смирение, такое несексуальные, такие как бы целомудренные, но это не духовная целомудренность, это незрелая сексуальность. Это вот такая примитивная совершенно аниме. Чуть там на шаг зрелия, да, аниме такая Елена Троянская, которая уже привлекает, соблазняет и телом, и умом. Это женщина, которая провоцирует на какие-то достижения, на какое-то там достижение, я уже сказала слово, да, такая вот аниме. Уже появляется эрос в отношениях. Третья стадия развития аниме. Мария. Мать Мария. Мария Тереза. Когда сексуальная отделяется от духовная, когда отношения к женщине уже не чисто сексуализированные, а когда уже можно видеть женщину, воспринимать женщину как друга, как партнера. И самая высшая стадия развития аниме – это духовность, чистая природа, чистая духовность, София, мудрость. Когда женщина – это духовный соратник, в первую очередь. Когда происходит одержимость аниме? Мужчина начинает себя вести как баба. Он капризничает, у него очень плохое настроение, вы не трогайте. Или, наоборот, у него очень прекрасное настроение, поэтому все должны веселиться вместе с ним. Аниме – это настроение. И она капризна. Это инфантильные чувства. Это не то, что мужчина на самом деле чувствует. Это не его истинные чувства. Это его аниме выпендривается сейчас. Если бы он дал себе труда остановиться и заглянуть внутрь себя, почему я сейчас такой? И поговорил бы со своей аниме, ну что ты уже хочешь? Где я лажаю? Что ты мне пытаешься сказать? То он бы вышел на свои собственные чувства, которые далеко не такие вот незрелые и инфантильные. С аниме закончила теперь. Есть ли вопросы про аниму? По юнгу – да. Но сейчас пост-юнгианцы говорят о том, что аниме есть и у женщины, а анимус есть и у мужчины. А как вторая называется? Анимус. И сейчас я буду о нем говорить. Ну, это как бы обратная будет, зеркальная часть. Так. Теперь вопрос к нашим девушкам прекрасным. Я слежу за временем, я успеваю. А слушайте, а я вам аниму не показала. Я такую прекрасную картинку для нее нашла, и не показала. Следующий будет анимус. Девушки, тот же вопрос. Что вам нравится у мужчины? Что притягивает? Одно, два, три качества. Для себя определите. Вот сейчас, вот это прям нравится. И что нравилось лет 10 назад, что оценили тогда? Насколько ваш выбор похож на вашего отца? Как вы догадываетесь, когда похож, то это незрелый уровень. Да, то есть там ранний уровень развития анимы, женщина похожа на мать. Ранний уровень развития анимуса, мой мужчина похож на моего отца. Итак, анимус. Если анима представляет собой какие-то недоразвитые и неразвитые чувства, то анимус – это неразвитые убеждения. Анимус женщины – это ее логос, такая логика. Но, к сожалению, не ее личная. У женщины есть нормальная функция размышлять. Нормальная. Когда я размышляю из себя, да, вот я делаю выводы какие-то, все окей. Анимус не это. Анимус – это установки, убеждения, неких авторитетов, которые я подсобрала из всего такого пространства. И точно знаем, и анимус знает, не я, анимус. Так, делать надо вот так, и никак иначе. Вот это правильно, а по-другому нет. Без оснований, без тестирования. Вообще сейчас уместно в этой ситуации или нет такое говорить. Поэтому женщина, охвачиваемая анимусом, очень много спорит яростно, атакует мужские какие-то принципы. Она возводит какой-то там логический, абсолютно незначимый аргумент в степени истины. Представляете, как она провоцирует мужчин? Вообще вот женщина, одержимая анимусом. Да, сейчас, сейчас, вам понравится. Это очень примитивный анимус на первой стадии. Конечно, соответственно, тоже отвечает за выбор партнера. Только тело, физическая сила и защита. Это то, чего ищут от женщины, которые анимус на примитивном уровне развития, на первом уровне развития. Мужчине нужен такой спортсмен. Качок-спортсмен. Вот мы его ищем себе. На втором стадии... А, но смотрите, при этом... Сейчас. Этот вот качок, которого она себе выбирает, обычно ведет себя как диктатор. Для такой женщины, мужчины, в первую очередь, угроза. И он воспринимается как насильник. То есть здесь собственного женского эротичного нет. Ну, очень мало. Когда анимус начинает там развиваться, да, расти вместе с женщиной, на второй стадии, уже появляется мужчина такой герой, романтичный, любовник, который способен совершать какие-то действия, опять куда-то там звать, манить, сложные профессии. Это какие-то бизнесмены, адвокаты, такие очень интересные товарищи. Но при этом у него обязательно должна быть социальная успешность. Но сама женщина при этом не должна иметь своего мнения подчиняться мужчине. И такая вечная любовница, секретарша, дочка своего отца. То есть ее как бы самой, ну, еще в этих отношениях как бы и нет. Третья стадия, это уже мужчина-слово. Он творческий, разные личности, и которые своим словом готовы завлечь, наобещать и увести. Но здесь уже женщина начинает быть, вообще, быть более самостоятельной. Она становится способна на какие-то отношения. И, правда, эти отношения такие с мальчиками и недолгие. Но хоть как-то там, чередуя мальчиков, хоть как-то это все возможно. Из нее можно выбраться, если сказать, а женюсь там, и будь что будет. Ну, то есть попытаться выйти на какую-то другую стадию, да. И следующая стадия, это уже, когда анимус воплощает в себе чистый дух, духовную идею какую-то. Она уже, там, отвлеченная от сексуальности. Это на уровне Будды. Да, какой-то такой. Соответственно, здесь женщина уже заинтересована в мужчине, как в партнере. Он уже сам по себе ей интересен. И здесь возможны настоящие отношения. Про захваченность анимусом рассказала. Когда анимус совсем-совсем не развит. Это, знаете, такая женщина, которая много чувствует, ничего сказать не может. Потому что анимус помогает нам выражать то, что изнутри наружу. Женщина может быть прекрасной художницей, но без анимуса она не продаст ни одной картину. Он нужен, чтобы себя предъявить. С анимусом я закончена. Есть ли вопросы? А они как вообще развиваются? Какой-то переходный? Плавный. Почему? За счет, естественно, развития психики. На самом деле, при переходе на следующую... Спасибо. При переходе на следующую ступень сохраняются, конечно, элементы предыдущих ступеней. Потому что прекрасно иметь духовную связь с мужем, но секса тоже хочется. И это нормально. То есть сохранять какие-то предыдущие элементы. Естественным образом оно просто развивается. Проблемы наступают тогда, когда не развиваются, когда подавляются. И это происходит либо по действиям какого-то травматического события. Ну, типа мама сказала, девочки так себя не ведут. Вообще заткни свой рот и не смей говорить. Ну, например, да? Материнский анимус победил анимус девочки. В символическом смысле. Либо по каким-то еще личным, строго индивидуальным причинам происходит задержка. Развитие просто подсчет уже иного. Да, в течение жизни. Эго обращается внутрь себя. Человек заглядывает в себя. Я какой? Для меня что важно? И в процессе этого узнает свою аниму или свой анимус. Тем самым позволяем расти и развиваться. Если он подавляется, никак не заглядывая в себя, оно там так примитивно и варится, а потом охватывает власть и мстит. Самокопание очень полезно с точки зрения Юнга, да. Только он за этот анализом. А чем вы хотели спросить? Если анимус и анима в цели стадии чистый голову, учатся ли где пол? Чиство духа и не пол? Дух и душа. По сути, да. Анима душа, анимус дух. Пост-юнгянцы говорят, что человек есть и то, и другое. И это не про пол. Естественно, это не про пол. Это про намного более сложные. Если в цели стадия анимус имеет пол, пола они не имеют изначально. Они не про пол. Не про органы. Да. А регресс возможен? В стрессовой ситуации. Да. Да. Регресс осознанный? Регресс может произойти, а потом мы его можем осознать, что он произошел. Я сейчас, мне осталось совсем немножко вам рассказать. И мое время, собственно, подходит к концу. Я рассказываю уже 30 минут. Я возьму себе еще две минутки. После того, как мы прорвемся через это все, ну, опять не до кнопочка, мы можем встретить мудрого старца. Это еще более глубокая внутренняя фигура, которая нам дает понятие смирения. Мудрый старец говорит, что не все нам подвластно, дорогое эго. Не все ты можешь контролировать. И не все вообще... И что-то ты не знаешь, и в чем-то ты не молодец. Ну, такой вот мудрый старец. Но там же стоит ловушка мана личности, который может взять и сказать, нет, я все знаю, я все контролирую, я все могу. И вот он не пустит вас в самость, в мана личность. И его надо победить, отказавшись от всемогущества. Самость. Я надеялась, что мне не хватит времени про нее рассказать. Это самый сложный, самый трудно определяемый архетип, при этом он центральный архетип личности. Самость в литературе пишут иногда с маленькой буквы, иногда с большой буквы. Когда пишут с маленькой буквы, то это самость конкретного человека. А когда с большой, то это всеобщая самость. Вот все коллективное и бессознательное, это самость. Но то же самое слово. Самость – это божественная искра в человеке. Самость – это то, что отделяет меня как индивидуума от другого. Самость – это некий божественный замысел. Самость – это то, что толкает, двигает меня в этой жизни. И цель жизни каждого человека – реализовать свою самость. Но чтобы до нее добраться, надо спуститься вниз. Надо познакомиться своей тенью, взять в качестве проводника свою аниму или анимус, дойти до мудрого старца, не поддаться мани личности и встретиться со своей самостью. Самость приходит во снах в виде нуменозных божественных образов. Она всегда сопровождается встреча с самостью двумя чувствами – страх и трепет. Вам снились такие сны? Наполненные ужасом, который выше человеческого переживания и трепетом. Он может выражаться в виде храма, камней каких-то, божественных фигур, естественно, волшебников. Это все про самость. Что же вам еще сказать? Да все. Задача по юнгу, задача человека, цель человека – совершить индивидуацию, пройти индивидуацию. Индивидуация – это когда эго встречается, идет к своему самости, осознает самость и осознанно проживает свою жизнь, воплощая замысел самости. Это индивидуация. Не сказала только, как анима и анимус встречаются в снах в качестве незнакомца противоположного пола. То есть для мужчины это будет девушка в снах незнакомая, это будет анима. Для женщины это незнакомый мужчина, это будет анимус. Это примерная схема, как это работает. Сознание, бессознательность, эго – центральный комплекс, персона, которая нас защищает, область тени, которая проходит на грани сознания бессознательного. Аниме и анимус – это вот комплексы какие-то абстрактные, которые тут плавают, вот кружочки. Мудрый старец или манная личность, кому как повезет. Самость. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова